Для жизни, для мобильности, для оперативности, а для меня в первую очередь для работы, ради чего я и пришла учиться на права, это очень важно. Сегодня Сабина Гараева находится на заключительном этапе своего обучения. Совсем скоро девушке предстоит попытать силы на экзамене в госавтоинспекции и наконец-то получить водительские права. Хотя об этом она не переживает, потому что знает. Педагоги Большой Медведицы дали ей хорошую базу знаний и умений. Ходим три раза в неделю. Утренняя группа нравится, очень подробно все рассказывают, интересно, чего я сама не ожидала. Думала, будет как-то более занудно все это учиться. Но если уделять этому времени, разбираться, все очень легко, не очень, но не так, чтобы сложно дается. Главное – преподаватели. То есть сам по книжке, если где-то пропустил, очень сложно разобраться. Если преподаватель толковый, а у нас он хороший, толковый, то проблем не будет. По всей области таких курсантов у Большой Медведицы несколько сотен. Подготовка водителей категории «Б» кроме Бреста проходит в Барановичах, Кобрине, Дрогичине, Пинске, Белоозерске. Причем здание, как правило, находится в собственности организации и отвечает всем требованиям и нормам. Место расположения учебных классов удобное, а график посещения курсанты выбирают для себя сами. Занятия по теории проводятся в кабинетах, оборудованных согласно требованиям программы подготовки и переподготовки водителей. Причем опрос проходит и устный, и письменный. Для этого разработана специальная программа, аналогичная экзамену в госавтоинспекции. К слову, категория «Б» не единственная в большом перечне предложений. Активно на автодроме идет подготовка всех профилей. От водителей для небольших легковых до крупногабаритных машин и автобусов. Условия обучения максимально приближены к реальным, дорожным. На учебных магистралях есть и разметка, и знаки, и даже светофор. В этом году в конце октября исполняется 20 лет. В этой школе за это время было подготовлено около 15 тысяч выпускников, начиная от маленькой категории «Б» и до профессионалов категории «С», «Е», «Д». С недавнего времени мы готовим других специалистов, водителей международников для перевозки опасных грузов, таксисты, те, кто работает на автомобилях, оборудованных газовым топливом и так далее. В планах другие развития других специальностей и профессий. Конечно же, новичка всегда волнует вопрос, на чем же ездить лучше. В учебном центре «Большая медведица» ответит только на проверенных авто. Для девушек это обычно небольшие машины, такие как «Део Матис». Для юноши автомобили более внушительны, например, «Мазда Демио». Всегда рядом с курсантами опытный инструктор, который покажет и расскажет, как усмирить пыл неподвластного, на первый взгляд, транспортного средства. Основа закладывается здесь, на автодроме. Потом начинается по курсу обучения за городом, то есть в интенсивности движения. И потом город уже в зависимости от той же интенсивности движения выбираются маршруты. Специально первое упражнение, второе, третье и так далее, до шестого упражнения. В зависимости уже от сложности. Это идет уже в порядок прохождения, допустим, обучения от первого занятия до 24-го занятия. Главный принцип работы инструкторов и педагогов автошколы «Большая медведица» – порядочность и профессионализм. Порядочность в общении с курсантами, в организации учебного процесса. Профессионализм в обучении. Более 60% выпускников автошколы сдают экзамен в госавтоинспекции с первого раза. Качество этому критерию работы в «Большой медведице» верны уже не один год. И от этого отступать не собираются. По достоинству оценивают полученные в учебном центре знания выпускники автошколы разных лет, среди которых есть и наши коллеги. Коллектив «Большой медведицы» очень профессиональный. Особенно это касается, в первую очередь, теоретических знаний. Потому что те знания, которые там даются, они, наверное, даже больше, чем предполагают сами правила дорожного движения. На практических занятиях «Большой медведицы» инструктора очень точно показывают все ситуации, которые могут произойти с тобой, как с водителем, когда ты находишься за рулем. Причем и проезды перекрестков, допустим, вождение в ночное время. Все это потом в будущем помогает не попасть в неловкую ситуацию. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдвард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».